Здравствуйте! Вы смотрите Городские новости. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут мы расскажем вам о главных событиях в Десногорске. Смотрите сегодня в выпуске. Глава администрации города обозначил задачи на текущую неделю. Частные насосы в коттеджах способны лишить тепла целые улицы. Какие статьи административного законодательства чаще всего нарушаются в Десногорске? До 1 декабря автовладельцы будут обязаны поставить на свои машины зимнюю резину. Об этих и других событиях подробнее. На оперативном совещании председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города, которое проходит по вторникам, подводились итоги минувшей недели и определяли задачи на текущую. Последняя неделя октября будет насыщена различными интересными событиями. Самсон, который в Десногорске работает, при активной помощи Смоленской атомной станции построен практически новый спортзал для наших спортсменов, тяжелоатлетов в Дворце молодёжи. О том, как прошли эти мероприятия, смотрите в наших информационных выпусках. Расскажем обо всём подробно. Каждый год владельцы коттеджей в 6 и 8 микрорайонах сталкиваются с проблемой нехватки тепла для обогрева. Несмотря на то, что подача тепла в микрорайоны происходит через мощные теплосмесительные узлы. Начался отопительный сезон и коммунальные службы беспокоятся, что в коттеджных посёлках опять случится температурный коллапс. Владельцы домов включат свои циркуляционные насосы и нормальная работа системы теплоснабжения будет нарушена. В прошлом году замерзали жители целых улиц. Коммунальщики прибегали даже к непопулярным мерам. Отключали на несколько дней электричество, чтобы обесточить частные насосы и восстановить циркуляцию общей теплосети. Сам смесительный узел, он рассчитан на такое количество построек? Потому что смотрите, как расстроились микрорайоны. Ну, конечно, он рассчитан. И он сможет, допустим, выдержать необходимый гидравлический режим. То есть будет существовать перепад и циркуляция будет нормальной. Естественно, все будут обогреваться. Владельцам коттеджей нужно сделать должный вывод. И тогда им не придется мерзнуть зимой. 27 октября в администрации состоялось очередное заседание административной комиссии. В этот раз на рассмотрение были представлены пять протоколов о нарушении областного законодательства. Какие статьи нарушили, выяснила наш корреспондент. По статье 17.4 областного закона, а это нарушение благоустройства комиссии было рассмотрено три протокола. Нарушители неправильно припарковали свои автомобили. Обычно жалобы о подобных нарушениях поступают в администрацию от населения. Достаточно сделать фотографию. Если вы видите неправильно припаркованную автомобиль у вас во дворах или в городе просто, где вы ходите, пожалуйста, снимайте фотографии, присылайте в администрацию. Будем составлять протоколы. Но только обязательно, чтобы была дата, было время и место, где вы фотографируете. Рассмотрев все три случая, комиссия каждому нарушителю вынесла минимальный штраф в размере 3000 рублей. Напомним, что в данной статье с начала этого года были внесены изменения. Меры наказания ужесточены, предупреждения отсутствуют, а штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. По статье 27.4 нарушение тишины и спокойствия граждан ночное время поступило на комиссию два протокола. Оба нарушителя по данной статье попали повторно, поэтому с ними были проведены профилактические беседы и вынесен минимальный штраф в размере 1 тысячи рублей. Наступают холода, скоро выпадет первый снег. В такое время года зимняя резина обеспечит безопасность движения на дорогах. Тем более, что с 1 января этого года уже работает постановление правительства, по которому хозяева обязаны переобувать свои авто в зимние шины. Этот технический регламент называется «О безопасности колесных транспортных средств». Вы поменяли летнюю резину на зимние? Еще нет. А собираетесь? Обязательно. Когда? Ну, как только погода начнет, утверждать, что ездить опасно, то конечно. Нет, не поменялось. А когда собираетесь? Ну, в ближайшее время. В ближайшее время. Ну, то есть будете менять? Конечно. А сроки можно уточнить? Ну, на этой неделе. Вы поменяли летнюю резину на зимние? Нет. Почему? Не вижу смысла. Понятия всесезонной резины в регламенте нет. И хочется нам или нет, но сейчас шины на автотранспортных средствах нужно будет менять. С наступлением холоду водителям нашего города я бы настоятельно рекомендовал поменять резину с летней на зимнюю на своих автомобилях согласно технического регламента колесных транспортных средств. С 1 декабря по 28 февраля все автомобили должны быть оборудованы зимней резиной. Итак, в зимний период времени передвигаться разрешено только на зимней резине, причем глубина протектора должна быть больше 4 миллиметров. А те водители, которые пренебрегли техническим регламентом о резине в 2015 году, будут наказываться. Минимальный штраф составляет 500 рублей. В странах, где зимняя резина является обязательной, ДТП в холодное время происходит реже примерно на 35%. Весьма разумный довод исполнять требования нового техрегламента. Ведь нет ничего дороже сохраненных человеческих жизней. А теперь немного о происшествиях на дорогах. Накануне около 22 часов возле Якимовичей 38-летний водитель Audi Q7 сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате 48-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в медсанчасть Десногорска. В школах города заканчивается первая учебная четверть и со 2 ноября начнутся осенние каникулы. Во всех школах на это время будет организован досуг детей. 1 ноября в 12 часов дня по местному времени во всех регионах страны стартует Всероссийский географический диктант. Акция проводится русским географическим обществом впервые, а принять участие может каждый желающий. С инициативой проведения диктанта выступил Владимир Путин. Десногорцы смогут проверить свои знания на сайте Русского географического общества, где будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется 1 ноября в 14.00 по московскому времени. Главный принцип акции – анонимность. На бланках заданий и ответов указывается настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит личный номер. Используя его можно узнать свои результаты 10 декабря на rgo.ru. Еще к одной акции приглашаем присоединиться жителей Десногорска. Здесь хорошо – так называется всероссийский флешмоб, посвященный Дню народного единства. Его цель – воспитать в россиянах патриотические чувства, а также сформировать имидж страны и ее регионов. С 26 октября по 4 ноября необходимо выложить на любую популярную соцсеть – ВКонтакт, Фейсбук, Твиттер или Инстаграм – фотографию, сделанную в любом месте Смоленской области. Ее следует сопроводить хэштегом «Здесь хорошо», а также обосновать, чем так хорошо место на снимке. Лучшие фото станут участниками выставки «Здесь хорошо» на сайте агентства. А сейчас новости из медсанчастия. За минувшую неделю диспетчерский пункт отделения скорой медицинской помощи принял 275 вызовов, в том числе на одно ДТП. В отделение стационара медсанчастия с различными диагнозами госпитализировано 127 человек, один с инфарктом миокарда. Зарегистрирован один случай заболевания пневмонией. Заболеваний гриппом не выявлено. Десногорские медики поддержат акцию, которая пройдет 29 октября в день борьбы с инсультами. В медсанчастия будет развернут пост, где можно измерить давление и получить квалифицированную консультацию. Также для населения подготовлены памятки, которые будут и размещены в общественных местах города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова